Господи молодые, вот у вас толстые стержни, толстые стержни, кто-то за абсолютно бесконечной жесткости по преимущественным управлением, как индивидуально, как и стержни, она не справедлива. По уравнению 17 лет, это какая, мол, Тимошенко или классическая теория, тонкие стержни, ну, может быть, это не вопрос, а просто комментарий, что мы задумались над этим. Я тоже так думаю, что нужно учитывать, но я как раз в этом не специалист, и я начала с того, что я взяла модель, которую предложили вот эти вот авторы, Федотов Поляний и Шаталов. Ну, попалась мне такая статья, но в этой статье рассматривалась задача вот с такими условиями, выписано было такое же уравнение, как у меня, и объяснялись некоторые вещи. Для толстого стержня? Ну, я действительно не вникала в механику всего этого. Я вот поверила авторам, то есть и сразу же я ссылаюсь на то, что модель вот та, которая построена там-то и там-то. Это не моя... Потому что обычно вот тонкие стержни считаются, что стержни для давления перпендикулярной стержни бесконечно жёстки. Для тонкого стержня это более-менее оправданно, а это просто не так. Ну, спасибо за вопрос, потому что это я об этом подумаю, но здесь я не могла об этом подумать.